Приветствую вас. Во-первых, давайте сразу отделим одно от другого. Вы пишите, почему-то часто наталкиваюсь на хабство и грубость. Здесь хочется сразу вам сказать о том, что хамство и грубость не бывают на ровном месте, это первое. Второе, хамство и грубость это аффективные состояния, вот, как правило, либо это просто общая такая форма донесения человеком своих мыслей, и, условно говоря, воспринимать это на свой счет, мягко говоря, не стоит. Условно говоря, да, не стоит, например, именно на свой счет. Это первое. Это первое. Второе. Значит, потом сама понимаешь, что знала, что не надо было и пробовать говорить с этим человеком, сама нарвалась. Понимаете, если вы, как бы, отдаете себе отчет в том, что, наверное, не надо было с ним разговаривать, но все равно вы с ним говорили, да, все равно было у вас такое вот мнение, да, что, может быть, не стоило бы все-таки, вот, но тем не менее вы все равно говорили, вот, то здесь, получается, мы имеем дело с определенной выгодой вашей. То есть мы имеем дело с тем, что вам, ну, по той или иной причине хочется, хочется ввязаться вот в, условно говоря, конфликт. В этот, вот. И, на мой взгляд, очень важно понять, почему вы в этот конфликт, собственно говоря, ввязались, да. Почему вам хочется, как-то, ну, заявить о себе, почему вам хочется вмешаться, вот, ага, в следствии чего вам хочется вмешаться. То есть вот это, на мой взгляд, те вещи, которые необходимо исследовать, потому что совершенно очевидно, что не просто так это все происходит. Вот, если вы это делаете, значит, ну, наверное, у этого есть какие-то свои причины. То есть вы преследуете цель либо доказать себе что-то, то есть вы пытаетесь доказать себе, что вы какая-то, либо, либо вы преследуете цель доказать, что люди вокруг вас, они, ага, ну, скажем, скажем так, да, какие-то люди какие-то. То есть то, что вы делаете, это мотив, мотив, подтвердить, подтвердить, именно подтвердить свою какую-то позицию, подтвердить именно свою какую-то точку зрения, подтвердить свою какую-то установку, которая вот у вас имеет место быть. Вот, то есть, как правило, как правило, это происходит вот, ну, подобное поведение, да, происходит именно из-за данного аспекта по данным причинам. Дальше, то есть вы неосознанно выбираете этих людей для того, чтобы подтвердить какие-то свои скрытые, вот, мотивы. Сегодня на работе уступила в спор коллег, сама не знаю, зачем в итоге они хамили мне, хотя понимала, что не нужно этого делать. Так, ну, здесь, я полагаю, нужно разбираться не в том, почему вам хамят, а здесь нужно разбираться, для чего вы вступили в спор коллег. То есть, даже не смотря на то, что вы пишете, что всего лишь задали вопрос, да, то есть, ну, вопрос коллегам. Вот, даже не смотря на это, все равно нужно разобраться, для чего вы вступили в спор. То есть, если двое человек спорят, да, то, как бы, третий, он всегда лишний. Вот, как избавиться от этой привычки? Надо понять, что стоит за привычки. Понимаете, она нельзя, ну, нельзя просто взять, вот просто так вот взять, да, и забрать от себя привычку, отобрать от себя привычку нельзя. То есть, если вы каким-то образом поступаете, если вы каким-то образом поступаете, если вы как-то поступаете, Значит, у этого есть причины, значит, у этого есть основания, значит, вы хотите так поступать. И вот здесь как раз вся только заключается в том, чтобы понять, как у вас эта привычка, во-первых, появилась вообще. Ага, дальше уже можно будет что-то вам рекомендовать. Вот. То есть это работает вот именно так. Нельзя просто взять и лишить себя какой-либо привычки. Нельзя просто так взять и отобрать у себя привычку, потому что это некорректно. И вы после этого, скорее всего, не захотите ничего делать, тем более не захотите ничего менять. Вот. Нужно понять, что стоит за вашей привычкой. Вот. И после этого уже можно будет вам что-либо рекомендовать. Вот. На мой взгляд. Ну, по моему мнению, это именно так и работает. Вот. Дальше. Спасибо. Да, вы правы. Ну, как выбирает теперь неприятное чувство, что опозорилось. Хочется как-то компенсировать, но уже понимает, что поиск ушел. Ага. Здесь достаточно интересный момент. Дело в том, что когда вы говорите про то, что вы опозорились, то есть вы себя оцениваете. То есть это вот, ни много ни мало, да, а такая оценка имеет место быть. А оценивать как раз вы себя не вправе, потому что вы не способны себя оценить в силу своей субъективности. Вот. Вот это очень важная история. То есть вы говорите, что вы опозорились, да, подразумевая, что вы поступили как-то неправильно. Вот. Но, как вы уже, я надеюсь, поняли, что оценка, любое оценочное суждение, является крайне негативным, негативным. Ну, потому что, как бы, за ним, за негативным суждением, ну, по сути, ничего не стоит. За оценкой ничего не стоит. За оценки нет истины, как таковой даже. Вот. Поэтому я предлагаю вам отказаться от этой идеи, идеи о том, что вы можете опозориться, потому что эту оценку и оценивать себя вы не можете, как я уже сказал. Вот. Соответственно, ни о каком, ни о каком позоре речь идти не может, не может. Но речь может идти о том, что вам важно мнение других людей. Вот об этом речь идти вполне себе может. И здесь нам бы очень важно, нам бы, было бы очень важно понять, почему для вас мнение других людей настолько важно, что вы хотите компенсировать. То есть, по-видимому, вы где-то в чём-то в себе не уверены. То есть, по-видимому, вы где-то как-то себя недооцениваете, сравниваете себя, возможно, возможно, с другими людьми. Вот. И именно поэтому вам и начинают компенсации. Тут вот нужно исследовать. Дальше. Нет, мнение не высказывал своё, просто задал вопрос, коллега сразу неадекватно отреагировал хамством. Вы понимаете, вопрос тоже нужно знать, когда задавать, условно говоря, да, если вы задаете свой вопрос не вовремя, то, естественно, вам ответят хамством, это нормально. То есть, человек в запале, там, всё, вот это. Я его не обращиваю, на самом деле, ну, просто говорю о том, что ситуация складывается так. Вот. Может, может, по крайней мере, может сложиться именно так. Ну, вот. Здесь к чему вы это написали, непонятно. Вот. В целом, в целом, ну, в целом нужно разбираться с вашей историей. В целом, в целом нужно делать анализ, как мне кажется, анализ вашей жизни, анализ вашей истории, анализ вашего взаимодействия с людьми. Вот. И, соответственно, исследуя это, уже можно будет давать какие-то рекомендации и смотреть, чему можно вас научить. Вот. Ну, объективно. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ну, а я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok